Наш детско-юношеский телеканал «Тамыр» приступил к новому серьезному проекту «Бишек», что в переводе с башкирского означает «колыбель». Он должен собрать все колыбельные и показать, как воспитываются малыши в семьях Башкортостана. Я считаю, что такие проекты нужны. И очень благодарна коллективу студии «Тамыр» за то, что они объединяют народ, связь поколений. И особенно, когда вместе смотрели с бабушками, с мамами, это связь. Потому что без такой связи, без этой нити, я считаю, что будущее не может. Проект интересен тем, что он отлично иллюстрирует преемственность поколений. Несмотря на переменчивую моду и все время трансформирующийся окружающий мир, неизменным остаются колыбельные песни для малышей. Цель проекта «Бишек» — это выявление и продвижение, так скажем, колыбельных песен и, конечно же, мастеров, которые делают колыбель. Колыбельные песни нужны не только детям, но и родителям. Потому что во время исполнения этих колыбельных песен появляется связь между ребенком и мамой, между ребенком и отцом, или бабушкой, дедушкой, кто исполняет это. В проекте «Бишек» можно увидеть много известных людей нашей республики, побывать у них в гостях, последить за их бытом и, самое главное, узнать, как они воспитывают своих детей. «Оценивать всегда непросто. В жюри сидеть — это, на самом деле, такая большая ответственность, когда ты понимаешь, что люди столько готовились, как они все это снимали, как они переживают, как они волнуются. И особенно, когда ты смотришь детей, видишь их искренность, их желание участвовать в этом конкурсе, ну, прям вот, это очень сложно, на самом деле, выбрать. Но, тем не менее, приходится принимать решения, потому что это раз конкурс, есть победители, есть те, которые победят в следующий раз, возможно. С помощью этой передачи телеканал соберет мощный массив колыбельных песен. Следите за эфиром и обязательно смотрите передачу. Татьяна Никитина, Равшан Артыков. Специально для Горы новостей.